Необычайно часто даже от очень образованных людей я слышу один и тот же вопрос. Константин, что такое углеводы? Откуда берутся нарушения углеводного обмена? Нарушения углеводного обмена не возникают из воздуха, они, понятно, возникают от углеводов, принципиально от избытка углевода в вашей тарелке. Все наши продукты, которые мы употребляем каждый день, будь то хамбургер, будь то жареная картошка, будь то банан, будь то апельсиновый сок, будь то стакан молока, делятся на 4 основные группы. Первая и самая принципиальная – это вода. Вторая, как правило, большая группа – это углеводы. Третья – это белки. И четвертая – это жиры. Очень важно понимать, что углеводы, когда они попадают в ваш организм, в желудки и в кишечники перевариваются на их исходных 3 компонента – глюкозу, галактозу и фруктозу. И в таком виде они попадают в ваше кровяное русло. И принципиально, когда вам у врача делают анализ, измеряют только один из этих углеводов – глюкозу. Хотя концентрация фруктозы и галактозы в крови может быть достаточно высокая. И многие продукты сегодня сдабривают вот этой самой фруктозой, чтобы как бы скрыть наличие сахара. Поэтому, когда вы берете любой пищевой продукт, и вы смотрите на боковую панель, и на боковой панели написано количество углеводов, по-английски «carbohydrates», что бы там ни было сказано – простые сахара, сложные сахара, молосос, brown sugar, white sugar, yellow sugar, каким бы названием производители не пытались замаскировать, «carbohydrates» есть «carbohydrates», углеводы есть «углеводы». Одно дело – химические или биохимические теории, другое дело – голая реальность. Очень тяжело сопоставить количество углеводов в ежедневной диете ребёнка или взрослого с как бы эквивалентом этого. И давайте для сравнения возьмём самый очевидный углевод – столовый сахар. Столовый сахар – это сахароза. Химическая формула состоит из двух молекул – глюкозы и фруктозы. И я вам постараюсь продемонстрировать содержание углеводов в диете, скажем, среднего американского ребёнка всего-навсего за один день. Но чтобы это было более объективно, мы будем каждый продукт сравнивать с его эквивалентом в содержании столового сахара. Не забывайте, когда ребёнок выпил стакан апельсинового сока, и в нём находятся, скажем, принципиально углеводы в качестве сахарозы, вернее, в качестве глюкозы или фруктозы, или каком бы они ни находились в виде, когда они усвоились у него в организме, ваш врач, ваш анализ, его организм видит одно и то же – глюкозу. Поэтому давайте отсыпем из этой пачки определённое количество столового сахара. И я буду столовыми ложками потихонечку из этой чашки отбирать в эту. Вот начинается завтрак нашего зрительного американского ребёнка. Ребёнок встаёт, и доброжелательная мама даёт ему стакан апельсинового сока, самой обычной тропиканы. И вот здесь на тропикане натуришенфакт написано, что здесь в одном стакане находится 26 грамм сахара. 26 грамм, вернее, углеводов, извините. 26 грамм углеводов в одной столовой ложке, примерно 15 грамм. Значит, речь идёт о том, что у нас примерно 2 с неполной ложки. Давайте возьмём одну ложечку и немножко неполную другую. Это наш апельсиновый сок. Ребёнок умылся, принял душ, собрал ранец, готов в школу. И перед уходом доброжелательная мама даёт ему чашку cereals, то есть каши, сухих клопи, популярных в Америке, например, Raisin Bran. В одной порции Raisin Bran находится 38 грамм углеводов. Это эквивалент 2,5 ложек столового сахара. Давайте насыпем наш cereal bowl, наши cereals, и возьмём наши 2,5 ложки столового сахара и пересыпем в мерительную чашку. Это 2 и вот примерно половиночка. После этого мама наливает ребёнку стакан молока, а в одной ложке, в одной чашке молока, вернее, согласно информации на этикетке, находится 12 грамм углеводов. 12 грамм – это почти 1 столовая ложка. Ребёнок съедает это дело и готов к уходу в школу. Мы оцепим нашу 1 столовую ложечку, и вот это наш завтрак только. Мама доброжелательно даёт ребёнку в ранец, скажем, яблоко и банан. Ну, сначала ребёнок, чтобы банан не раздавился, съедает один бананчик по дороге в школьном автобусе. В одном банане среднего размера 28 грамм углеводов. Это почти 2 ложки сахара. Значит, давайте на этот бананчик оцепим 2 ложки сахара в наш мерительный стакан. А в середине дня уже бананчик съеден. Ребёнок из ранца после первого класса или второго достаёт это яблочко и съедает. В одном вот таком яблочке, как это ни странно, находится 21 грамм углеводов. Или это апельсинка, немножко больше 17 грамм, немножко меньше грамм, но мы уже сок пили. Значит, давайте отсыпем нашу, опять же, столовую ложку на 21 грамм. И ещё примерно 5 грамм, это четверть столовой ложки. После окончания уроков, допустим, в какой-то период времени, детям в школе подают, допустим, традиционный для американской школы ланч или завтрак, находить как угодно. Я в нашем местном Бургер Кинге приобрёл пачку картошки, френч фрайс и самый обыкновенный вапор с одним кусочком мяса. Так вот, я зашёл на сайт Бургер Кинга, там есть диетическое содержание разного рода продуктов. И оказывается, что вот в этой одной пачечке содержится 67 грамм углеводов. Ну, представим себе, что 67 грамм углеводов по 15 грамм – это 4,5 ложки сахара. Отсыпаем. 4,5 ложки сахара. 3, 4 и ещё половинку. И теперь у нас дело дошло до нашего вапора. Согласно информации на веб-сайте Бургер Кинга, в одном вапоре 53 грамма углеводов. 53 грамма – это 35 грамм, извините, 3,5 столовые ложки сахара. Отсыпаем ещё 3,5 ложки. 2, 3 и вот ещё одна половинка. И традиционно деткам в школе дают маленькую баночку сока. Это у нас Apple Mod Juice. Здесь находится 24 грамма углеводов. Это ещё 1,5 ложки сахара. Ну, допустим, не будем пить маленькое количество. Обычно дети запивают Кока-Колой. В этой баночке написано здесь 39 грамм углеводов. 39 грамм углеводов – это почти 2,5 ложки сахара. Отсыпаем ещё 2,5 ложки сахара. А Mod Apple Juice оставим на дорогу в автобусе домой. Давайте ещё раз продемонстрируем, что вот это количество Кока-Колы из одной баночки равняется, как я уже сказал, 2,5 столовым ложкам сахара. Ребёнок приехал домой, погулял, поигрался с детьми. И доброжелательная мама повезла его, или папа, или друзья повезли его в пиццу-хат. И приобрели вот такую вот маленькую-маленькую пиццу. Здесь совсем ничего. Порция маленькая для одного ребёночка. Он её выложил из коробочки на блюдечко. И вот в этой маленькой небольшой порции пиццы из пиццы-хат. Как вы думаете, сколько углеводов на 100 грамм? 28 грамм. Эта порция весит примерно 200 грамм. То есть это ещё примерно 28 на 2. Это 56 грамм углеводов. 56 разделить на 15. Это почти 4 столовые ложки сахара. Отсыпаю 4 столовые ложки сахара. Это мерительный стакан. 500 миллиграмм. Примерно 500 грамм. Мы насыпали одну, две, три, четыре. И ещё половинку. И смотрите, у меня уже закончилось содержание чашки. Мне уже надо брать большую чашку. У меня здесь на столе стоит большая чашка. Совсем громадная. На килограмм. И я вот сюда на 4 чашки пересыпаю это количество сахара. И это только до начала дня. То есть это ещё ваш ребёнок не сел со всей семьёй за обеденный стол. Он ещё не выпил стакан другой сокол. Он не выпил стакан другой кока-колы. Он не поел картофельное пюре на обед. Он не выпил перед сном стакан пепси или что-нибудь в этом роде. И когда мне люди задают вопрос, Константин, откуда же берутся нарушения углеводного обмена? Мне только остаётся ответить. Вот отсюда. Это эквивалентное количество углеводов, Которых за один день получил ваш маленький ребёнок. Поэтому, если вы удивляетесь, Почему в Америке среди детей поголовный алкоголизм. Если вы удивляетесь, откуда берётся проблема с наркотиками. Если вы удивляетесь, откуда у детей такая агрессивность. Если вы удивляетесь, Почему ваш ребёнок не может сосредоточиться на уроках. Если вы удивляетесь, Почему у вашего ребёнка Attention Deficit Disorder. Если вы удивляетесь, Почему у ребёнка, У 25% американских детей, Которые попадают в больницу, Обнаруживают сахарный диабет. Если вы удивляетесь, Почему каждый четвёртый американский ребёнок страдает от ожирения. Если вы удивляетесь, Откуда у детей на коже берутся прыщи. Если вы удивляетесь, Почему у вашей дочки начинаются менструации в 9 лет. Если вы удивляетесь, Почему у детей дикие головные боли и мигрени. Если вы удивляетесь, почему в США каждому второму ребёнку чуть ли не с детских ясель начинают давать риталин, потому что его невозможно успокоить, то есть сажают на лекарства, сажают на иглу лекарств с самого раннего детства. Вот отсюда центральная нервная система вашего ребёнка весом, скажем, 20-30 кг, рассчитана максимум в день на примерно, нуждается в день примерно в 30-40 г глюкозы, которая, в принципе, может производиться из чего угодно, это примерно 2 столовые ложки сахара. Это вот то, что нужно вашему ребёнку в день. И это то, что он получает. Согласитесь, 30-40 лет ежедневного употребления углеводов в таких количествах, как в этой чашке, и приводит к нарушениям углеводного обмена, о которых сегодня идёт речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова